Приветствую вас! Вы знаете, я думаю, что основная проблема заключается в том, что у вас не было никогда врагов, то есть в этом и есть проблема. То есть нельзя не иметь врагов, это первое. Второе, это то, что человек по сути для вас не враг, то есть вам человек не враг. Вам человек скорее проявляет безразличие, вот по отношению к вам человек скорее проявляет безразличие. И вас это безразличие больше всего напрягает, потому что вам, ну у вас появляются определенные чувства. Да, то есть вам как бы ну некомфортно из-за того, что он к вам безразличный. И что здесь? Это конечно нужно разбирать, потому что ваш текст, хоть вы написали достаточно много, в вашем тексте все равно нет информации необходимой. То есть почему вы настолько сильно привязались к тренеру? Почему вы считаете, что вот тренер он вам там допустим что-то должен? Да, почему вы считаете, что он должен в любом случае, например, быть с вами, или должен, например, в любом случае, ну как бы вас простить, например, да и так далее. То есть вот у вас явно с тренером, да, отношения не деловые. Явно имеет место быть привязанностью. А любая привязанность это, ну это не есть хорошо на самом деле, потому что в данном случае она больше вредит, чем не, ну чем помогает. Вот, поэтому тут история о том, как вы воспринимаете себя и так далее. Лично мое предположение, оно заключается в том, что вы, не имея врагов, да, то есть ну нуждаясь в других людях, да, вот, вы стараетесь им угождать, стараетесь сделать все как удобно, как комфортно, как нужно им, вот. Возможно, пытаетесь оправдать их ожидания, может быть, вот. И в итоге, в итоге вы, с одной стороны, ничего не оставляете себе, то есть как бы, ну, вы не руководствуетесь именно своей позицией, да, не руководствуетесь тем, что хочется и тем, что нужно вам, с одной стороны. Вот. С другой стороны, вероятно, подобная позиция, да, она накапливается и в итоге это просто, ну, это выливается в какие-то вот такие, знаете, слова, да, такую двусмысленность. Какую-то, которая потом людьми интерпретируется как позлость, да, как неблагодавность и так далее. Опять же потому, что вы себя, вот, ставите так, вы себя ставите так, что, ну, что люди считают, что вы им обязаны, вот. То есть, они для вас что-то делают, да, они вам помогают и они считают, что вы им должны, вот, хотя вы, по идее, да, деньги как бы платите тренеру и так далее. Вот. Вот. И, ну, можно вести речь о так называемом психологическом драйвере, угоди мне, вот, можете почитать об этом в интернете, вот, что такое психологический драйвер и как в данном случае это проявляется, допустим, у вас. Вот, можете об этом посмотреть в интернете, вот, в интернете это есть, я думаю, вам многое вещи будет понятно, а мой драйвер у вас совсем другой. Вот. То есть, здесь, конечно, именно, вот, ваше неумение и нежелание признать тот факт, что люди могут уйти просто так. То есть, как бы, дело здесь совсем не вас. То есть, вы считаете, что если человек ушёл, да, то он обязательно ушёл, потому что вы, вот, какая-то, плохая, да, и так далее. Но на самом деле это не так. На самом деле это не так. Вот. И мне, конечно, кажется, что неплохо было бы вам увидеть для себя вот эту вот историю, вот эту историю, что это вы не можете жить так, то есть дело не в человеке, да, вот, а дело не в человеке, а в вас, вот. И, соответственно, то есть это вы хотите, вам это нужно, а вот для чего нужно, это очень интересный вопрос. Как правило, для того, чтобы поддержать своё видение мира. Вот. То есть, вы, вот, живёте в определённом мире, да, и у вас есть картина мира. Вы хотите её сохранить в данном случае. То есть, больше вот на, ну, на себя в этом аспекте, да, постарайтесь обратить внимание. Не на других людей, да, а на себя. То есть, вот, по какой причине вы снова и снова, например, подходили к человеку, который откровенно не хочет с вами взаимодействовать, да, зачем вы к нему подходили, для чего унижали, чтобы стоить. Совершенно очевидно, что вы здесь пытаетесь реализовать какие-то свои желания, да, вот. Это, значит, такой момент. Далее, значит, сплетни. Сплетни, как это ни парадоксально, позволяют раскрыть личность человека, а также его зрелости. Ибо, если человек зрелый, если он уверен в себе, он никогда сплетням не поверит, а все моменты решит непосредственно с объектом. Если ваш, допустим, тренер поверил, вот, сплетням, значит, это человек, который либо никогда не испытывал к вам тех чувств, которые, например, вы испытывали к нему, и, соответственно, он никогда не был тем, кем вы его представляли. И вы теперь просто не желаете признавать этого факта, потому что опять же разрушится образ, который вы сами себе нарисовали. Вот, ну а образ, да, понятно откуда, образ нужен, потому что это ваше желание. Вот, либо, либо этот человек не обладает качествами, которые необходимы для адекватного существования в социуме. Да, то есть слухи, сплетни, вот, это то, что было и будет всегда. Вот, и если человек верит, значит он сомневается. В первую очередь в себе, а не как бы вам. То есть вам это нужно для себя увидеть, принять. Вот, и, соответственно, после этого уже можно будет говорить о том, для чего нужно вам. Вот, это всё. Вот так, по сути дела. Вот, вот, вот. А, вот, в принципе, такая история. Да? То есть из вас никогда не было врагов, это значит, что они сейчас появились. Но это даже не враг, это просто человек, который никогда не хотел вас узнать, и никогда вам не интересовался и не имело своего собственного мнения о вас. Вот, спросите себя, хотите ли вы этим человеком быть. Вот, вместе с тем, обратите внимание на свои желания. Да? То есть, обратите внимание на то, для чего вы хотите, почему вы хотите. Вот. Почему вы хотите. Ну, вы снова с этим человеком быть, да? То есть, что он вам даёт. Ну, вот, в принципе, и всё. Вот вы говорите, да, что я была просто раздавлена, за тем, что прослал меня в редкой форме. А раздавлены-то вы почему были? То есть, ведь раздавленность, это уже ваша реакция. Раздавленность, это ведь ваши ощущения, ваши чувства. И они появились не случайно. Значит, на этом человеке вы излишне концентрировались. Возможно, он вам заменял кого-то. Ну, с собой. Например, родители. Вот. Или кто-то ещё. Дальше. Дальше. Для чего вы плаваете? Для чего вы плаваете? Для чего вы плаваете? Вот. Конкретно. То есть, ну, зачем вы это делаете? То есть, вот. У вас сейчас цель плавать? Или наладить отношения с другими людьми? Вот. Определитесь со своими целями. Это тоже важно. Вот. То, что я могу вам сказать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду раз помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. Спасибо.